Здравствуйте! В эфире программа «Я помогаю детям». Дети, старики, животные, тяжелые болезни. Очень часто мы слышим и видим призывы о помощи, о сборе средств на те или иные нужды. И также часто мы переводим различные суммы, порой даже не проверив информацию. Этим и пользуются мошенники. Как не попасть под влияние злоумышленников и как правильно организовать сбор средств расскажем сегодня в нашей программе. Более 10 лет благотворительный фонд «Дорога к дому» помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и может считаться экспертом в этой области. По словам специалистов фонда, причин для открытия сбора средств на благотворительность может быть две. Первое – обращение непосредственно тех, кому необходима помощь – родственники, родители и так далее. А второе – обращение благотворителей, которые хотят помочь. В первую очередь, когда мы узнаем о таких потребностях, мы, конечно, проверяем информацию. Действительно ли эта семья существует, где она состоит на учете, в каких учреждениях городских, где она еще получает помощь, какие вообще возможности и ресурсы у семьи есть свои собственные. После этого мы принимаем решение, открывать сбор или не открывать. На сегодняшний день существует несколько способов сбора средств на благотворительность. Один из них – ящики-накопители, которые размещаются в торговых центрах, поликлиниках, на предприятиях. На них должна быть указана полная информация об акции. Еще один способ – онлайн-перевод через сайт фонда. Каждый желающий может очень удобным способом с помощью своей карты, кредитной или дебетовой, зарплатной, любой, перевести необходимую сумму средств. Эти деньги сразу же поступают на расчетный счет фонда, и фонд со своей стороны сообщает о том, что ваши средства поступили, будут направлены вот на эти цели. Следующий способ – это принести средства лично в кассу фонда. В этом случае человек вносит средства, и ему выдается квитанция, приходный ордер с указанием той суммы, которую он внес, с указанием цели, на которую будут направлены средства, необходимыми подписями и печатью. Платный смс на короткий номер – тоже один из вариантов нести посильный вклад на благое дело. Для того, чтобы оказать помощь подопечным фонда или поучаствовать в каком-либо конкретном целевом сборе, можно отправить смс со словом «Малыш» на номер 3443. В этом случае со счета вашего сотового телефона будет списано 50 рублей, и они будут направлены в общую копилку целевых сборов фонда, и далее уже будут распределены по тем необходимым потребностям, которые сейчас в фонде открыты. Чтобы деятельность любой некоммерческой организации по сбору средств на благотворительность была правомерной и законной, должна вестись необходимая документация. Возможность сбора средств прописана в уставе НКО. Во время проведения акции обязательно прописываются ее сроки и цель сбора денежных средств, а также указываются номер счета и банковские реквизиты организации. Мы призываем вас к тому, чтобы вы проверяли информацию. Первичный просмотр информации любому, даже физлицу, доступно много. В тех же группах, в социальных сетях ВКонтакте и в рассылках по электронной почте обычно прикрепляют документы родителей детей, для помощи которых собираются средства. Элементарно посмотреть, что за ребенок, что за родители, какая, например, болезнь у этого ребенка, что по этому поводу говорит интернет. Не с точки зрения, чем лечить, а с точки зрения, как это существует, как мешает это ребенку жить, в чем он нуждается ежедневно. А проверять эту информацию необходимо даже в том случае, если сумма перевода небольшая. Именно такой нашей доверчивостью и пользуются злоумышленники. Делая перевод и желая совершить доброе дело, вы все равно должны быть ответственны за то, что вы делаете. Поскольку не разобравшись с ситуацией и делая перевод на расчетные счета первых попавшихся призывов о помощи, вот именно этим мы сами порождаем ту ситуацию мошенничества в сфере благотворительности, с которой сегодня уже начинаем иметь дело. Чаще всего проверка информации занимает совсем немного времени. Так, например, в благотворительном фонде «Дорога к дому» на официальном сайте размещена подробная информация о подобных акциях, сроки, необходимая сумма, сколько средств уже удалось собрать. Со своей стороны мы, конечно, готовы и даем информацию о ходе сбора, о том, как он продвигается, сколько собрано, сколько мы еще планируем этот сбор осуществлять, всем, кто к нам за этой информацией обратится. А напоследок хочется еще раз обратиться к вам, наши зрители. Делайте добро осознанно, не нарушая закона и не поощряя мошенников. А за любой консультацией и информацией вы всегда можете обратиться в благотворительный фонд «Дорога к дому». На сегодня у меня все. Увидимся в программе «Я помогаю детям». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok